На саммите ЕС была пересмотрена стратегия в отношении Китая, препятствовать расширению открытости, Феникс, Китай. Цуань Цуань. Феникс, Китай. 26 марта 2019 года. На этой неделе в Брюсселе состоялся саммит ЕС, на котором лидеры европейских стран попытались сформировать единую позицию в отношении Китая. Евросоюз впервые обсуждает стратегию взаимодействия против Китая на таком высоком уровне. Сообщается, что во время саммита Европейская комиссия призвала лидеров всех стран Союза придерживаться жесткой позиции в торговых отношениях с Китаем, использовать тендерный рынок ЕС в 24 тысячи евро, 27 тысяч долларов, для давления на открытый рынок Китая и других стран. В совместном документе Европейской комиссии, изданном 10 дней назад, прописанной договоренности по вопросам, касающимся Китая, на саммите обсуждались 10 предложений, значащихся в этом документе. Замечено, что европейская торгово-экономическая политика в отношении Китая начинает все больше походить на американскую, проводимую правительством Трампа. Так в торговле и экономике Европа прибегает к жестким мерам, вынуждая Китай принять их условия, чтобы не лишиться доступа к огромному рынку. Закупки Евросоюза, как исходный пункт ЕС не хотел выступать за ту или иную сторону в торговой войне между Китаем и США, но государственные субсидии и участие правительства в экономике Китая заставили их потерять терпение и признать, что изменения в этой области идут в Китае слишком медленно. Заместитель председателя Еврокомиссии Юрки Катайнин сообщил, что отговорки о том, что Китаю необходимо защищать его развивающуюся экономику больше не действуют. Китай – второй по величине торговый партнер ЕС. В интервью Катайнин сказал, такие выражения уже устарели. Еврокомиссия планирует вторично внести предложение об ограничении участия в открытых тендерах для стран, которые дискриминируют европейские предприятия на своем внутреннем рынке. Таким образом ЕС удастся повысить штрафы для иностранных компаний, участвующих в тендерах до 20%. В 2012 и 2016 годах по инициативе Франции на обсуждение Еврокомиссии выносился законопроект о создании инструмента регулирования участия иностранных компаний в государственных закупках, который не встретил одобрения у других странах ЕС. Однако сейчас существует все больше оснований верить, что Евросоюз займет твердую позицию по отношению к Китаю, особенно после того, как в прошлом году в ответ на предложение о защите стратегических технологий и объектов инфраструктуры, страны ЕС поддержали введение строгого контроля за иностранными инвестициями. Когда обсуждались проверки открытой закупки, речь еще не шла о Китае, чего нельзя сказать о 10 предложениях по европейско-китайским отношениям. Один из дипломатов ЕС, представляющий Германию, одобрил данного документа, назвав его всесторонним и смелым. 12 марта Европейская комиссия издала документ под названием «ЕС Китай. Стратегические перспективы», который означает отношение Евросоюза к Китаю, как к конкуренту. В документе Китай называет экономическим конкурентом, стремящимся к технологическому лидерству, а также системным конкурентом, продвигающим другие модели управления. По мнению аналитиков, из последнего доклада ЕС можно понять, что в отношениях Евросоюза с Китаем уже произошли огромные перемены. Раньше эти отношения не касались вопросов стратегической выгоды, но сейчас именно за нее ведется эта высокотехнологическая конкуренция. Германия призывает ЕС противостоять давлению со стороны Китая. Среди всех стран ЕС позиция Германии наиболее жесткая. Эта страна также принимает активное участие в формировании позиций Евросоюза по отношению к Китаю. 18 марта в Брюсселе Совет ЕС по иностранным делам впервые обсудил предложение Совета Европы считать Китай системным конкурентом и оказывать еще более стойкое противодействие в случае возникновения нечестного поведения и других недопустимых ситуаций. Министр иностранных дел Германии Хайко Маэс отметил, что для противостояния давлению со стороны Китая защитой собственных интересов и цен, очень важно, чтобы ЕС действовал как единое целое, чтобы отдельные его участники не предпринимали самостоятельных действий. Эти слова члена Социал-демократической партии были косвенной критикой политики итальянского правительства. Не проведя консультации с ЕС, Рим заявил о намерении подписать рамочное соглашение с Китаем по инициативе «Один пояс, один путь». Маэс также предостерег европейские страны от наивности в отношении инфраструктурных проектов Китая по участию в расширении сети 5G. Он заявил, необходимо понимать, что в экономической политике Китая заложены его стратегические интересы. Переосмысление ЕС в своей промышленной политике на саммите, прошедшем в прошлом году в Гамбурге, уже обсуждались вопросы равнозначности торговли между Китаем и ЕС, влияние промышленной политики Китая на конкуренцию на международном рынке, угрозой, которую предоставляет инновационный потенциал Китая. Заместитель председателя группы, занимающийся отношениями ЕС и Китая, депутат Европарламент Райнхард Бютикафер заявил, политика реформы открытости проводится в Китае уже 40 лет, но даже спустя десятилетия после вступления в ВТО, страна не достигла ожидаемого уровня открытости. Ранее экономическая политика Китая приобретала все больше националистических черт. Нам нужно ясно дать понять, что Китаю необходимо тщательно обдумать, на какие отношения, с ЕС, он рассчитывает. Международная конкуренция растет, повышение рыночной конкуренции влияет на соперничество между государствами. Кажется, ЕС пришел в себя и взялся за пересмотр и урегулирование промышленной политики во всей Европе. В рамках этого пересмотра ЕС установил механизм защиты своих предприятий. Механизм контроля за прямыми иностранными инвестициями начнет работать в апреле 2019 года. По заявлениям аналитиков Радиум Групп, Радиум Грауб, и Института китайских исследований Меркатера, Мерчатер Институте Овчнис и Студейс, до 83% прямых инвестиций из Китая в страны Евросоюза, состоявшиеся в 2018 году, будут подвергнуты проверке. Франция и Германия отметили в совместной декларации по промышленной политике ЕС, что защитное поведение стран с нарыночной экономикой уже оказало влияние на справедливую конкуренцию на мировом рынке. По инициативе Германии и Франции, ЕС будет обращать пристальное внимание на общую ситуацию и факты государственного субсидирования в компаниях, участвовавших в трансграничных слияниях и поглощениях. Евросоюз также должен будет защищать свою стратегическую автономию в сфере торговой политики. Начало влияния Евросоюза на Китай по сообщениям Financial Times, последний раз ЕС обсуждал политику по отношению к Китаю много лет назад. Сейчас же Европа все больше опасается промышленной политики Китая, его действий в сфере кибербезопасности и торговой войны, поэтому на обсуждении 21 числа и произошло пробуждение новых мер воздействия. По заявлениям Центра ЕС Азия, располагающегося в Брюсселе, европейские лидеры больше не притворяются, что могут изменить Китай. Как передает агентство Рейтер со ссылкой на официальные лица, в результате обсуждения, которое состоится в четверг, не будет выпущено никакого письменного заключения. Главы 28 стран-участниц обсудят, какую позицию должна занять Европа в условиях торгового конфликта между США и Китаем. По словам чиновника, главы государств согласуют позиции по ряду вопросов, которые могут быть подняты на апрельском саммите с участием Китая. В том числе будет обсуждаться реформы ВТО и вопросы кибербезопасности. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.